здорово вы знаете у нас есть форум о видео штуках он уже работает несколько лет и там поднакопилось каверзных вопросов с ответами вообще можно просто зайти и почитать а я предлагаю еще обсудить глядя в глаза тема сегодня бумажный хромакей добрый день извините если я говорю не вашим голосом я просто не знаю как вы говорите я никогда не работал с бумажной зеленкой но так как мы выбились из бюджета плюс очень много надо зеленки то решили взять вот это как вы думаете могут возникнуть проблемы при кейнге освещение будет хорошее но помещение очень большое камера fs 700 sony это не то чтобы типичный вопрос но его стоит разобрать как частный случай у ребят есть помещение достаточно света и для фона и для героев то есть все дело в материале бумажный фон для кейнга самый доступный и дешевый но знаешь что такое цветная бумага она мнется ее нельзя разгладить боится влаги и грязи на сайте фон выглядит очень светлым с бумагой надо быть очень аккуратным она пачкается не стирается и мнется не гладится чуть что и залом еще и рвется я нормально кейл бумажный фотофон вообще не зеленого цвета технологии нынче много позволяют бумажный фон можно использовать но нужно это делать очень аккуратно в идеале его нужно один раз повесить и больше к нему не прикасаться лучше все же купить не бликуешь и ткань это как-то практичнее что ли чем больше площадь фона тем больше будет зона которую требуется равномерно осветить то есть должны быть без теневые лампы на фон свет должен падать совершенно однородно без ярких и темных пятен иначе кейнг будет трудным а чего мне нравится нетканные фоны на картонной трубе какими пользуемся мы они недорогие их легко хранить их можно вешать на что угодно от веревки до карнизов как туалетную бумагу нетканный фон это популярный вариант у него много плюсов по нему можно еще и ходить то есть сниматься в полный рост по бумажному фону ходить нельзя его можно порвать лично у меня огромный мятый кусок ткани причем как я не пытался выглядеть его не удалось при этом идеально кеется на другом форуме задавал такой же вопрос мне помогло вот что специальные световые зажимы которыми ты зажимаешь по краям ткань и прижимаешь их к стойке или чему-нибудь таким образом фон растягивается и безопасно утюги мне не помогли да зажим помогут ткань разгладится за счет натяжения смотря что за ткань если синтетика можно попробовать намочить и мокрому отглавить если через мокрую марлю на низкой температуре а если натуральная то она должна отглаживаться анархист пишет бумажный фон расходный материал испачкался фон отмотали отрезали и дальше снимать конечно почему нет бумажный фон продается в рулоне 3 на 11 метров предположим потолки у вас два с половиной метра до этим фоном обмотает все вокруг еще останется ткань конечно универсальнее ее волокна сплетены особым образом что дает большой угол россии вне света и позволяет компенсировать заломы от того даже неглаженная ткань кейтса хорошо кстати можно попробовать простыню подходящего однородного цвета или кусок синтетики не айс конечно зато дешево на первое время главное чтобы цвет был как можно ядовитее анархист продолжает бумажный фон от простого ватмана не особо отличается кстати освещать фон нужно в зависимости от того что хотим получить в итоге если светить фронтально выявляем цвет если скользящий фактуру короче если бумага ровная то ее можно осветить скользящим светом что хорошо если места мало если скользящим освещать не тканку будет заметна фактура в общем я не знаю как влиять на кейтс а бы над комментирует с хромакеем всегда основная проблема в квартире место слишком далеко не встанешь а слишком близко на тебя начинают падать зеленые блики и потом из-за этого часть нужного изображения выедается то же самое с подсветкой чтобы ровно подсветить нужно источники света ставить подальше от хромакея насколько это возможно ведь чем ближе прожектор к фону тем спот становится меньше появляются неравномерности в освещении и тут в конце обсуждения робкий вадим робко поинтересовался а можно ли использовать для кейнга белый вад что комментарий читать если ты негр и одежда черная туда и зубы не показывать и глаза закрыты в итоге бумажный хромакей использовать можно у него есть куча недостатков но достойный результат при съемке получить удастся а если бумага тонкая то осторожно будет просвечиваться и бумага это расходный материал лучше хоть и дороже купить плотную ворсистую ткань или сделать жесткие декорации и покрасить ссылка на форумы на эту самую ветку откуда я брал всю инфу правильно посмотрите в описании если вам нравится такой формат и вы хотите видеть ролики с актуальными темами форума регулярно то напишите об этом в комментариях будьте в курсе